Хажман Салтанович, ровно через месяц в столице Албании и городе Тиране состоится чемпионат мира. И поскольку это будет чемпионат в четырех весах, в неолимпийских весах, в одной из весовых категорий, 92 килограмма, сегодня состоялась прикидка между чемпионом России Аланом Багаевым и лидером сборной России весовой категории до 97 килограммов, который также в свое время выступал в 92, на чемпионате Европы в Каспийске, это было Абдурашидом Садулаевым. 10-7 победил Садулаев, значит ли это, что уже состав сформирован и кто конкретно появится на чемпионат мира? Ну, в первую очередь, хочу сказать о прикидке, то, что сейчас мы видели, я думаю, там многие наблюдали и оценили борьбу и Алана Багаева, почему я его отметил, он только-только попал в сборную по взрослым, стал чемпионом России и отбирался на чемпионат мира, да, отобрался, но так как у нас в этой весовой категории есть и, да, там Абдурашид Садулаев, который не попал на Олимпиаду, но огромное желание имеет, мне самому интересно было, как они поборются между собой, потому что, ну, Алан Багаев, он приятно сегодня удивил, показав такую борьбу, но и Абдурашид Садулаев еще не в нужных кондициях, не набрал еще оптимальную форму, и я думаю, у Алана Багаева, если так же он продолжит, то он может и заменить, и в 92, и в 97 потенциал хороший, и он сегодня показал, продемонстрировал, да, там и приемы, и проходил, и прямо, ну, порадовал. Ну, Абдурашид, да, там, имея колоссальный опыт за спиной, надеемся, что на чемпионате мира он покажет свою лучшую борьбу и наберет нужные кондиции, потому что там состав серьезный, там и Дэвид Тейлор, который не отобрался также в 86, он в 92 борется, и иранец, чемпион мира, да, Касипур, то есть там есть с кем побороться, и Абдурашид сейчас разговаривал, ну, говорит, что чувствует себя хорошо и хочет, как бы, набрать оптимальную форму именно ковры, он, говорит, качался, и поэтому чуть-чуть не чувствую ковер, где-то и в ноги пропускает, вот так, поэтому надеемся, что еще одни сборы у нас будут, там тоже дадим контрольные схватки, ну, и посмотрим, как там уже будет себя чувствовать. А в других весах у нас 61 олимпийский чемпион также за Угуев, тоже я сейчас смотрел, так набирает, в принципе, форму, там тоже есть с кем побороться, и в угар оружие от американцев, и в других весовых категориях там, в принципе, есть с кем побороться, поэтому надеюсь, что оптимальную форму также Угуев наберет. В 70 килограмм Шерифин Албек, ну, тоже молодой, только-только ворвался, можно сказать, в сборную команду, ну, и проявляет себя неплохо. Он боролся с призером мира, иранцем в клубной борьбе, там, в Иране, ну, и выиграл, поэтому, в принципе, он может бороться за медаль золотой пробы. Яздани, да, Амир Мухаммад, яздани был соперником, да? Да, там хороший, там, спортсмен такой тоже, они физически, в принципе, сильные, все у них силовая борьба у иранцев, и, в принципе, и Албек Шериф тоже не успеет ни в физике, но технически, я думаю, у него лучший арсенал, чем у иранца. Ну, и в 79 это Магомаев, который стал чемпионом России, ну, и на международном ковре он себя проявил хорошо, поэтому он поедет в категории 79, ну, и его форма сейчас наблюдаем на этих сборах, ну, и так он оптимально, и хорошие схватки сделал, и двигается хорошо. Я думаю, еще время есть подвестись и в хорошей, оптимальной форме, чтобы выступил на чемпионате мира. Некоторое время назад в некоторых борцовских группах гуляли такие обложки, да, там, с участием Абазгаджи Магомедова, с Шамилем Магомедовым, там, Ахмеда Усманова и, там, ну, тех же самых Угуевых, там, Магомаева, да? Это было бы больше плодом воображения вот этих вот представителей, админов этих групп, да, потому что они вот говорили о том, что будут еще прикидки с участием этих спортсменов. Не, ну, я так читал, и комментарии, и всякие такие вот паблики, они, видимо, хотят, чтобы это был такой некий отбор. Американский, да, отбор X, где до двух побед, но это надо, как бы, да, включать систему, это сейчас прямо за раз не сделаешь, это нужно заранее объявлять, и чтобы все готовились к этому, и чемпион страны, допустим, или действующий там чемпион мира, олимпийский чемпион, допустим, пропускает чемпионат, а кто становится чемпионом страны, то есть им давать уже схватки, как у них это практикуется. А как считаете, вот эта американская система, она состоятельна, она вам нравится, или наоборот, вы против такого развития? Ну, опять-таки же, двоякое мнение, почему? Потому что, смотрите, вот, допустим, отобрался в 86, да, там, Брукс, ну, как все видели, да, он и там с трудом стал третьим, ну, там колоссальная разница между, да, там, Тейлором и Бруксом именно в классе, несмотря на то, что они вместе постоянно борются, он к нему приборолся, поэтому он его как-то не смог пройти. На две конкретные схватки настроился? Да, да, поэтому вот Тейлор, я думаю, лучший результат показал на Олимпийских играх, чем Брукс, поэтому, вот, или 125, да, там, Олимпийский чемпион, да, действующий, не смог попасть. Гейбл Стивсон, да? Да, Стивенс. Из-за каких-то бумажных процедур. Да, бумажных процедур, то есть он даже не смог, потому что у него контракт. А Мейсен Пэрис в итоге не попал даже в тройку. Ну, то есть, вот так. Ну, и я считаю, что, я думаю, все-таки критерий отбора, он понятен, но иногда, что лучше и кто лучше будет для команды, для результата, для страны, то есть, все-таки тренерский штаб должен оценивать эту, как бы, формировать команду. Да, критерий отбора, чемпионат России, он обязательно, конечно, должен проходить и выявлять лучшего чемпиона, но все-таки окончательное решение, потому что есть ребята, которые становятся чемпионами России, а на международных стартах, ну, горят, еще не готовы психологически, может, еще нужно пройти им какие-то этапы, чтобы они созрели, были готовы выступать на таком уровне. А другой, наоборот, здесь не может преодолеть, а там он прямо раскрывается и борется на все сто, то есть там психологический фактор тоже есть. Поэтому я считаю, что вот насчет того отбора, он такой... Есть и плюсы, и минусы. И минусы, и плюсы есть. В категории до 79 килограммов чемпионом России стал Магомед Магомаев, имеющий, кстати говоря, успешный опыт побед уже в той же самой столице Албании, городе Тирании, правда, на молодежном уровне, год назад он стал чемпионом. В какой форме он сейчас находится? И я видел, что вы пристально внимания уделяли ему сейчас, вот работали, им давали задания, с чем связано, подтягиваете к общему знаменателю? В его весе есть такой опытный спортсмен, как Джордан Борроуз, который проходит в две ноги и, естественно, своей мощью там сносит. Ну, и наш парень, да, Магомаев, он тоже не менее... Он не слабее, если так же может его выдержать, там, да, его можешь остановить. И есть у Джордан Борроуза такой коронный проход в две ноги. Поэтому вот мы отрабатывали именно эту контратаку, он встречает и забегает. То есть обязательно, да, вот сейчас. И вот каждую тренировку мы будем это делать до конца чемпионата мира, чтобы у него до автомати, да, выработался вот рефлекс, что он там даже не думал за это, что автоматом встречать и забегать, и закрепить этот результат. Поэтому мы над этим работаем. А это видео можно публиковать? А то Борроуз увидит и начнет готовить новый сюрприз. Я думаю, ему не хватит времени нового сюрприза там подготовить. Поэтому можно выставлять. Мы, в принципе, уверены в себе и готовы. Там ничего такого секретного нет. Самое главное, что у него есть настрой. И, как Магомед сказал, говорит, он еще должен дойти до меня, говорит. Поэтому мне его уверенность, в принципе, так понравилась. И осталось подготовиться технически, тактически какие-то моменты подтянуть. А психологически и физически он готов. Просто вот такие моменты подтянем. Еще месяц до старта, 30-31 октября, по-моему, да, будут вступать в борьбу вольники. На чем еще нужно работать? И вот как раз Новогорский подмосковный сбор на что будет направлен? Что еще можно сделать за это время? Я думаю, за это время уже ничего. Просто нужно подвести команду именно к чемпионату, чтобы не перегрузились. И больше будем работать над ошибками. Потому что я считаю, что базовую подготовку каждый спортсмен должен проходить у себя в регионе. То, где он постоянно находится, я не знаю, там, в основном у нас там, да, Дагестан, Осетия, там, другие школы тоже. Но домашняя работа, она очень важна. Именно ту черновую работу, которую нужно проводить, ее надо дома проводить, а на сборы уже надо приезжать подготовленным. А здесь уже тестировать, смотреть, кто в какой форме, какие-то контрольные схватки давать, объем какой-то именно ковровый здесь набирается. А на крайнем сборе уже просто подводка. Там уже больших нагрузок не делаем, чтобы и травм не было, потому что времени нет восстановиться. Ну, и чтобы ребята подвелись, потому что подводка, она не менее важнее, чем сама подготовка. Поэтому вот подвести команду, чтобы они подвели именно в хорошей, оптимальной форме, это уже вот мы с тренерами программу расписываем. И ребят уже подводим индивидуально. То есть мы смотрим, кто-то там загрузился, может разгрузить его, надо чуть-чуть отдохнуть. То есть уже мы смотрим по состоянию ребят, кто в какой форме. Бюрократических проволокчик наподобие румынской, бухарестской в этот раз не будет, так считаете? Визу получать все равно можно? Все может быть. Вроде визу нам одобрили, но всегда мы уже, наверное, готовы ко всему, откуда что прилетит. Ну, что оно в последнее время, практика показывает, что непредсказуемых таких ситуаций, которые мы не ожидали, они всплывают и усложняют. Где-то какие-то там и бюрократические. И, ну, в принципе, да, Михаил Герезевич с Нианом Лаловичем решил, что наша команда едет. И большая благодарность Михаилу Герезевичу за то, что он лоббирует интересы сборной команды, ребят. И многих федераций даже возможности нет выставлять своих ребят на чемпионаты мира, потому что там полные санкции. А мы хоть как-то, да, там, умудряемся, да, там, и договориться, и чтобы ребята как-то свой цикл, новые олимпийские, начали именно вот и с чемпионата мира, и в следующем году чемпионат Европы. Вроде все нормально. С допуском олимпийских чемпионов Заура Угуева и Абдул-Рашида Садулаева проблем нет? Нет проблем. Вроде все нормально. Вроде все, все ограничения пока сняты. Поэтому надеемся, что ребята без всяких сложностей, препятствий подготовятся и выступят на чемпионате мира. Угуев, Шириев, Магомаев, Садулаев. Мощная команда? Ну, мощная команда, конечно. Это сборная команда России. Одна из сильнейших сборных команд. Поэтому я думаю, ребята, я вот общаюсь с ними, и все так заряжены, готовы. Осталось ждать, подготовиться и ждать. План ваш личный по золотым медалям могли бы озвучить? Ну, вроде все четыре могут прокинувать. Из четырех, да. Ну, мир, знаете, команды на самом деле хорошие, другие тоже нельзя их в учет не брать. Поэтому мы оцениваем реально свои силы. Там и иранцы, и американцы тоже хороший состав выставляют. Поэтому я считаю, что из четырех, если мы два золота заберем, то это будет неплохо. Неплохо. Две-три медали. Ну, вот, на два золота рассчитываем. Так что, надеемся. С одной стороны, чемпионат мира в неолимпийских весовых категориях не имеет такого статуса, как вот такой масштабный, да, в десяти весовых категориях чемпионат мира или Олимпийские игры. С другой стороны, возможность завоевать третье золото для Заура Угуева чемпионата мира и шестое золото для Абдул-Рашида Садулаева или же первое золото для Шериева и Магомаева добавляет интриги. Да, интригу добавляет. Я считаю, что не нужно гнаться за количеством медалей и больше и больше. Самое главное сосредоточиться на борьбе, на подготовке, на качестве, да. И ребята, в принципе, хотят именно, да. Я вот разговаривал с ним, для них нету, вот, по крайней мере, Угуев говорит, что, ребята, хочу просто подготовиться и выиграть, потому что Олимпиаду пропустил. И, естественно, у него вот это желание осталось, вот эта энергия, и хоть здесь проявить всю свою подготовку, ну и заслуженно забрать свою золотую медаль. Потому что у Заура, да и у других есть возможность, у каждого из них есть реальные возможности взять золотую медаль. Поэтому будем работать над ним, для этого есть тренерский штаб, чтобы ребят именно подвести, подготовить, там, и личные тренера, чтобы ребята все условия для них создать, и чтобы они вот на пределе своих возможностей выдали всю свою, там, самую лучшую борьбу именно на чемпионате мира. Поэтому будем, сделаем для этого все. А ребята желание есть и готовятся. Психологический гус и барьер с отсутствием нашей сборной на Олимпийских играх в Париже уже позади? Как считаете? Уже, да. Уже эта страница перевернута. Сейчас уже ребята понимают адекватно, что, да, там, конечно, порадовались за наших, да, скажу наших, почему, представители российской школы борьбы, те, которые, да, выиграли, и Жамалов, Рамазанов, Тажуддинов, молодцы, с чем я их поздравляю. Но мы готовимся сборной команды России дальше, будем готовиться. И ребята, конечно, со сложностью это перенесли, но это горькая правда жизни. Ну, дальше надо работать, я уже смотрю, и Заур Седакова вернулся, начал тренировочный процесс, да, понял, что там говорили слухи, что UFC хочет все. Ну, говорит, я понял, говорит, с Зауром разговаривал, говорит, понял, что это не мое, и что я хочу. Все-таки вольная борьба, это классический вид спорта, и мне хочется остаться в нем. А именно бои, говорит, это не мое. Как говорится, нигде тебя так не ждут, как дома. Да, все верно, он здесь состоялся, и, в принципе, даже Геннси Худро сказал, да, вот золотая медаль олимпийская, она для меня ценнее, чем вот этот пояс. Говорит, и показал, что насколько я, говорит, и здесь, и здесь выиграл, да, чемпионом стал. Ну, говорит, вот с этой олимпийской медалью ничего не сравнится, и она мне тяжелее далась, чем пояс, говорит. Вот, поэтому Заур, он в обойме, ну, и другие ребята, и Артур Найфонов, и там, все те, кто попал и не поехал, они также сейчас продолжают и готовиться, тренироваться. И я как-то разговаривал, и Заур, он говорит, вот когда олимпиада прошло, вот после этого сразу все отпустило, вот это напряжение, вот вопрос, вот, который ты задавал, он именно вот после окончания олимпиады, говорит, сразу уже заново все, страница перевернута, и уже новая страница, новая история уже пишется сегодня. Работаем кропотливо, ради будущего полета. Работаем, будем работать, да. И команда хорошая, молодая, и надеюсь, что вот эти все санкции, которые ограничивают, да, возможность представлять нашу страну на Олимпийских играх, они будут сняты, и так же прежние, как все и было, ребята готовились, и знали, что они готовятся, и там, и мотивированы, и стимул был, что ради этого, и, в принципе, да, все эти годы потрачены, там, нелегких, да, труда, труда такого колоссального, и чтобы в конце вот какая-то награда вот за их терпение, большой труд, была эта именно Олимпийская медаль. Поэтому, конечно, хочется, чтобы мы так же, как и все на равных, да, во всех странах, ребята идут к своей мечте, к своей цели, так же и мы этого заслуживаем. Поэтому я считаю, что спорт, он не должен быть в политике, хотя бы как-то минимизировать, и ребята ни в чем, там, не повинные, которые ежедневно, ежегодно пашут и отдают свою жизнь на это кладут, чтобы они на выходе, да, там, не были вот в таком положении, что вообще нигде, никак и никому не нужны. Поэтому я считаю, что ребята все, кто заслуживает, проходит отбор, должен ехать на Олимпийские игры и выступать. Поэтому хочу, чтобы именно справедливость, она была во всем. Осторожно, двери закрываются, следующая остановка тирана. Да.